МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковин. И сегодня я расскажу вам о самых важных и интересных событиях недели за пределами Украины, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Минувшая неделя выдалась очень неудачной для президента России Владимира Путина и его сторонников. По информации социологического центра Левады, рейтинг президентской партии «Единая Россия» опустился до минимальных значений за многие годы, составив лишь 27%. Учитывая особенности российской социологии, где респонденты часто на всякий случай говорят, что поддерживают власть, хотя и не поддерживают, реальный рейтинг этой партии едва ли сейчас дотягивает и до 20%. Это означает, что у Кремля остается меньше, чем полгода, чтобы утроить этот показатель, так как на сентябрьских выборах в Госдуму Путин мечтает получить большинство. Желательно конституционное. То есть две трети голосов. Сделать за полгода из 20% 67% задача, конечно, сложная. Самое простое, что тут можно сделать, это просто нарисовать необходимый результат. Именно так в прошлом году поступил Александр Лукашенко, когда оказался в точно такой же тяжелой ситуации. Но белорусскому диктатору пришлось расплатиться за это полной потери легитимности и началом всенародного восстания против него. Путину не хочется доводить ситуацию до такой крайности. Он бы предпочел решить вопрос совсем иначе. Он хотел бы, чтобы люди начали его любить и уважать по-настоящему, а не только на бумаге. Но вот как добиться такого результата, он сейчас не знает. На этой неделе влиятельная газета Financial Times опубликовала статью о кризисе идей в российском руководстве. Суть довольно объемного материала в том, что российский режим состарился и подряхлел вместе с Владимиром Путиным. Сейчас он находится под колоссальным влиянием путинских старых друзей по КГБ, которые реагируют на любые проблемы лишь с помощью жестокости и насилия. Других средств воздействия на ситуацию они просто не знают. Собеседник Financial Times в Кремле рассказал, что новое поколение россиян отличается от своих родителей тем, что не боится открыто демонстрировать свою антипутинскую позицию. Цитата. В социологическом и в политическом плане ситуация для власти становится все хуже и хуже. Но, по словам этого человека, реакция Кремля на эту проблему не вдумчивая и стратегическая, а сиюминутная и краткосрочная. Но он сказал, что репрессии не помогают сейчас повысить популярность Владимира Путина. Они помогают просто сохранить ему власть, но не популярность. Поэтому люди, особенно молодые люди, все сильнее разочаровываются в российском президенте. И это становится настоящей проблемой для российской власти. Но какого-то разумного решения этой проблемы в Кремле придумать сейчас просто не могут. Источник газеты в окружении Путина описал ситуацию следующим образом. «Наша проблема в том, что легко закрыть центр города и заполнить ему ОМОНовцами. Но вот гораздо сложнее контролировать людей в ТикТок. Этот вопрос мы еще не проработали». Конец цитаты. Интернет и особенно соцсети стали в России той площадкой, где собираются самые разные люди, которым надоел Владимир Путин и его режим. Поэтому вполне логично, что свой главный удар Кремль сейчас нацелил именно туда. Многие годы Владимир Путин почти с гордостью говорил о том, что не пользуется интернетом и предпочитает ему другие способы получения информации и обмена ею. Но сейчас ему, видимо, объяснили, что главная угроза его власти исходит именно из интернета. Поэтому внимание на всемирную сеть он все-таки обратил. Думаю, что осознанию этой истины очень помог фильм Алексея Навального об огромном дворце Владимира Путина на Черном море, который, впрочем, сгнил от плесени, а также о его любовницах и внебрачных детях. Когда Путин понял, что этот фильм посмотрели 115 миллионов человек, он был вынужден сделать то, что любит делать меньше всего на свете. То есть сесть перед камерами и публично оправдываться. Такого унижения он, конечно, не забыл и никогда, видимо, не забудет. Как бы то ни было, Путин, видимо, попросил своих помощников, чтобы они все-таки показали ему, что это за диво такое дивное заморское, интернет этот. И они показали. Результат превзошел все ожидания. У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете. Но интернет проник уже во все сферы нашей жизни. И, по большому счету, он должен все-таки подчиняться даже не просто элементарным, не просто законам, формальным, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Это общество будет разрушаться изнутри. А там, к сожалению, мы сталкиваемся с чем? Не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных уличных мероприятий. Все взрослые люди, поэтому... И мы знаем же об этом. Ну, что скрывать? Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, с детской проституцией, с продвижением, да? С распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки. С вытаскиванием на ту же улицу, да? Для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед. Вы знаете, я интернетом пользуюсь в середине 90-х годов, но ни разу не видел там ни детской порнографии, ни детской проституции, ни даже сайтов с продвижением наркотиков среди подростков. По-моему, чтобы найти все это, нужно закопаться в самые черные углы так называемого «дарк веба», то есть темной сети, куда очень трудно попасть без специальной подготовки, без паролей и без поручительства от местных зафигдатаев. Судя по тому, что Путин увидел в интернете, в его окружении как раз есть активные пользователи этих самых темных углов. Они ему все это и показали. Еще раз, просто так найти сайт с наркотиками, с детской порнографией или с детской проституцией почти невозможно. Это надо точно знать, где искать. Это само по себе вызывает вопросы о том, что это за люди такие окружают Владимира Путина и как они там проводят свое свободное время. Но, впрочем, я уверен, что российскому президенту совершенно наплевать и на детскую проституцию, и на наркотики. Это он до кучи вспомнил. По-настоящему его заботят только то, что в интернете люди, особенно молодые люди, терпеть его не могут и не стесняются об этом говорить. Такое искать специально даже не надо. В любой соцсети по хэштегу «Путин» вылезает огромное количество негативных отзывов о нем самом и обо всем, что с ним связано. Я думаю, что Путину что-то такое и показали, чем очень сильно его задели и впечатлили. Потрясенный увиденным, он и принял решение объявить настоящую войну интернету и социальным сетям. Тем более, что и сами соцсети в последнее время как будто нарывались на царский гнев. После драматичных выборов президента США и попытки штурма Капитолия в январе текущего года сторонниками Дональда Трампа, Твиттер, Фейсбук и другие социальные сети запретили бывшему президенту Америки и многим его соратникам пользоваться своими сервисами. Но на этом они не ограничились. Скажем, Твиттер начал банить аккаунты, в том числе российских интернет-троллей, которые распространяют фейковую информацию о выборах в США и американской политической системе, о вакцине от коронавируса и даже о протестах в России. Под раздачу попали сотни, если не тысячи троллей, которых российское государство растило, холило или леяло месяцами и годами. Инстаграм тоже удалил более полутысячи фейковых аккаунтов, которые участвовали в кампании по дискредитации участников январских протестов против Владимира Путина. После событий в США соцсети действительно серьезно взялись за проверку информации, за блокировку фейков, пропагандистов и интернет-троллей. В России это стало проблемой государственной, так как официальная информационная политика этой страны почти полностью состоит как раз из фейков, из троллей и пропагандистов. Когда их стали выводить на чистую воду, им, конечно, это не понравилось. Перечислю буквально несколько последних новостей на эту тему. Так, Твиттер заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями. Этот Твиттер в основном использовался для рассказов о том, что НАТО скоро погибнет. Новая соцсеть Клабхаус заблокировала известного говнометчика Владимира Соловьева. Правда, его забанили не только за постоянную ложь, но и просто за тупость и бездарность. И, мне кажется, совершенно справедливо поступили вот эти люди из Клабхауса. Фейсбук заблокировал сообщения государственных российских СМИ со ссылкой на ФСБ об аресте в Воронеже группы якобы украинских националистов. Информацию заблокировали, когда выяснилось, что арестованные точно не являются украинцами. Скорее всего, они даже не нацисты, а просто какие-то молодые люди, которые под руку попались в местной воронежской габне. Ютуб пометил фильм, который называется «Крым. Путь на родину. Как пугающий и шокирующий». На самом деле, этот фильм, конечно, просто лживый и омерзительный. Но автор этого опуса, замдиректор телеканала «Россия» Андрей Кондрашов, все равно остался недоволен. Не хочет он быть пропагандистом, а хочет, чтобы его считали журналистом. Как бы то ни было, в целом понятно, что вообще происходит. Американские соцсети стали запрещать крупным и заметным пользователям врать и манипулировать информацией. После штурма Капитолия они поняли, что такое вранье может привести к очень тяжелым последствиям. Вплоть до гибели демократии, по крайней мере в том виде демократии, в котором мы ее знаем. Но Владимир Путин воспринимает запрет на распространение лжи как объявление войны против своего режима. И это вполне логично и объяснимо. Два столпа режима Владимира Путина, его власти, две его ноги и опоры – это ложь и насилие. Насилие – это отдельная тема, сейчас я ее касаться не буду. Но вот без фейков, без пропаганды, без вечного вранья этот режим просто не может существовать. Вы видели, как ставшая общедоступной правда о дворце Владимира Путина, о его богатствах и его любовницах вызвала в Кремле настоящую моральную панику? Ему даже, Путину пришлось даже публично оправдываться. Да, прямо сейчас его режиму ничего особо не угрожает. Будем реалистами. Российские зомбоящи каждый день исправно забивают мозги своим зрителям отборнейшей ложью и держат их под контролем. Но по всем исследованиям все больше и больше людей сейчас получают последние новости не из телевизора, а из интернета. Точнее, из тех самых социальных сетей, которые запрещают своим пользователям врать. Таким образом, если в соцсетях будут говорить более или менее правду и их будут читать все активнее, то через некоторое время эффективность российской государственной пропаганды неизбежно понизится. И стабильность режима Владимира Путина окажется под угрозой. Процесс этот ускоряется для широких народных масс социальной сети YouTube. Постепенно становится заменой аж телевизору и превращается в главное орудие оппозиции в борьбе против российского режима. Путин и его окружение совершенно точно видят во всех этих процессах очень большую опасность для себя и для своей власти. Поэтому на уходящей неделе они решили объявить войну интернету. Правительство России, разумеется, не может объявить о запрете той или иной социальной сети из-за невозможности врать в ней. Власти нужно какое-то более приличное объяснение своим действиям. Владимир Путин пришел тут на помощь своим подчиненным и рассказал, что свободу слова надо душить исключительно ради благополучия детей. Вместе с тем необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства. Активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона и в соответствии с законом же на это нужно реагировать обязательно. Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом, не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. Тут еще раз надо отметить, что его, то есть Путина детям ничего не угрожает, они живут себе прекрасно, под угрозой находится его власть. Вот поэтому президент России начал войну против интернета, который ему не подчиняется. На этой неделе российское ведомство, отвечающее за цензуру Роскомнадзора, или РКН, как его называют, объявило о замедлении работы Твиттера на территории России. Поскольку работают в РКН люди с невысокой квалификацией, иначе говоря, криворукие, вместо замедления работы Твиттера они обрушили десятки российских сайтов. И сайт президента, и Госдумы, и Следственного комитета, и многие другие. Упали десятки сайтов, включая, кстати, даже сайт самого Роскомнадзора. Потом, спустя некоторое время, они свои сайты подняли, а Твиттер действительно замедлили. Но первый залп этой войны против интернета Владимир Путин и его люди сделали ровно себе в ногу. Они не зря выбрали именно Твиттер для начала своей атаки. В России им пользуются довольно мало людей, причем это не широкие народные массы, а, скажем так, интеллигенция. То есть никакого недовольства от своего электората Путину ждать не приходится. Его избиратели в Твиттере не сидят. Но зато все тот же РКН может отработать на большой американской сети способность замедления ее работы и даже блокировки. Сейчас мало кто сомневается, что в ближайшие месяцы или даже недели Твиттер в России все-таки запретят. Все, впрочем, понимают, что Твиттер это лишь разминка. Главные цели российского государства в интернете намного более популярны. Во-первых, речь идет о Фейсбуке. Это сеть среднего класса и среднего возраста. Она самая, наверное, политизированная и довольно антипутинская. К сентябрьским выборам в Госдуму ее наверняка попробуют отключить. Кремль понимает, что из-за невысокой популярности Единой России ей придется рисовать очень много процентов на этих выборах. Средний класс в России получает новости из Фейсбука. А поскольку врать там сложно теперь, то придется россиянам Фейсбук этот отключить. Как минимум до тех пор, пока после выборов ситуация не успокоится. Но главная цель российского наступления на интернет, это даже не Фейсбук, а Ютуб. После 115 миллионов просмотров фильма о дворце и любовницах Владимира Путина, он понял, насколько мощной силой является именно этот видеохостинг. Он понял, что это абсолютно свободная соцсеть. По воздействию на людей скоро станет мощнее, чем его ручной телевизор. Поэтому уничтожение Ютуба на территории России – это главная задача Кремля на текущий исторический момент. Российская власть хочет обладать полной монополией на информацию, особенно на видеоинформацию, перед, во время и сразу после выборов в Госдуму. Люди Путина больше всего боятся возможности начала восстания по белорусскому сценарию. Поэтому обязательно постараются заткнуть рты всем недовольным своей политикой. Поэтому в сентябре Ютуб в России обязательно должен быть отключен. Но тут для Кремля есть большой серьезный риск. За последние годы Ютуб стал настолько популярным, что отключить его во всей стране – это почти то же самое, что отключить электричество или водоснабжение. Сейчас Россия пятая по количеству употребляемого в Ютубе контента в мире. Эта соцсеть стала критически важной не только для оппозиции, но и для почти всех слоев российского общества. Ее отключение вызовет массовое недовольство среди простых людей, которые сейчас очень далеки от политики. При этом нет никакой гарантии, что отключение Ютуба позволит решить все проблемы правительства. Оппозиция, скорее всего, просто перескочит в Инстаграм или в Телеграм. В этом случае придется отключать вообще весь интернет. Просто топором по оптоволоконному кабелю, который тянется в Россию из богомерской гейропы. Конечно, российская власть не хочет напрягать все свое население тотальным отключением интернета. Поэтому она будет пытаться договориться с тем же Фейсбуком и Ютубом о том, чтобы они сами отключали россиянам доступ к роликам и аккаунтам оппозиции. И при этом не мешали самой российской власти врать, как это она любит делать. В обмен на такие преференции интернет-гигантам пообещают, я думаю, и деньги, и продвижение на российском рынке. Но я вот лично сомневаюсь, что Гугл и Фейсбук согласятся стать добровольными помощниками Владимира Путина. Поэтому им уже сейчас угрожают отключением. Посмотрите, что написала в своем Фейсбуке пресс-алкаше МИДа России Мария Захарова. Сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете и пагубностью владения ограничений на распространении контента. Смешно, потому что от высоких идеалов не осталось и следа. Их смыло волной блокировок и зачисток самими платформами неугодных аккаунтов и контента. Чем больше будут изыматься модераторами из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобной с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру. Тут Захарова почти открытым текстом обещает блокировать соцсети, если они и дальше не позволят российским властям заниматься манипуляциями и пропагандой. При этом в злобной пропаганде сами россияне обвиняют американцев. Буквально в пятницу государственные информационные агентства России написали вот, что я цитирую. «Запад готовит информационную атаку на вакцину «Спутник Ви» со сценировкой гибели людей. По утверждению высокопоставленного источника в Кремле, сценарий атаки готовится через подконтрольные, кому подконтрольные, непонятно, но подконтрольные, неправительственные организации, агентства США по международному развитию, фонд Сороса, фонд Томпсон-Рейтер и медиаструктуры в BBC, Рейтер, Интерньюс и так далее». То есть, вы понимаете, это уже почти настоящая паранойя. Если только, конечно, российской вакциной действительно кого-то не отравили. А такое вполне может случиться. И не потому, что вакцина плохая, а потому, что ее делают в России, где у людей, опять же, очень невысокая квалификация. Мы только что видели, как они пытались замедлить Твиттер, но в результате обрушили собственные сайты и отключили интернет половине своей же страны. Дело не в том, что они злые, а в том, что криворукие. Поэтому и с вакциной тоже могло что-то подобное случиться. Как бы то ни было, Кремль сейчас вступает в затяжную информационную войну с Западом вообще и с интернетом в частности. Путин надеется, что сумеет придушить слишком свободное общественное пространство, которое он не понимает и которого он боится. Эта война сопряжена для Кремля с огромным количеством рисков. Победа в ней совсем для него не гарантирована. Противостоять в этой войне Кремлю будут не вялые московские хипстеры, а богатейшие глобальные суперкорпорации, в которых работают самые умные люди нашей планеты. Я думаю, что исход этой войны прямо сейчас никто не может предсказать. Более того, опыт соседней Беларуси подсказывает, что победить интернет не так-то просто. Даже такой опытный диктатор, как Александр Лукашенко, так и не смог поставить интернет под свой контроль. Поэтому трон его до сих пор шатается, а с наступлением весны ситуация для него станет только хуже. И, кстати, вот о том, как вообще сейчас обстоят дела в Беларуси, перед эфиром я поговорил с Дмитрием Навоше, известным белорусским активистом и сооснователем сайтов Sports.ru и Tribuna.ru. Там, оказывается, все очень интересно. Лукашенко, например, объявил себя сейчас чуть ли не главным врагом Украины. И сейчас мы поговорим с основателем сайтов Sports.ru и Tribuna.com Дмитрием Навоше. Он является белорусским активистом и прекрасно владеет информацией всем тем, что происходит сейчас в Беларуси. И, Дмитрий, у меня к вам первый и самый, наверное, главный вопрос. Стоит ли ожидать возобновления протестов в Беларуси с наступлением весны и с отступлением холодов там? Ну, однозначно, в какой-то момент протесты вернутся. Несмотря на то, что сейчас белорусское общество переживает период очень таких тяжелых репрессий массовых. Каждый день происходят аресты, разгромы тех или иных каких-то там районных, городских организаций. Организации уже давно подпольные. Но, тем не менее, просто за счет массовости репрессий пытаются находить людей, кто является, не знаю, связующими звеньями, организаторами каких-то активностей и так далее. Сейчас крайне тяжелый период. Но из него в любом случае обществу придется выходить через, ну, в общем-то, продолжение восстаний и борьбы за свои права. Потому что, ну, как бы, страна пикирует драматически в экономическом, социальном отношении. За последние несколько месяцев все убедились, что, ну, как бы, лучше не станет. Вопрос только скорости, с какой будет становиться хуже. То есть, уже пошли банкротства, не знаю, ритейловых сетей. Да, пошли там цепочки неплатежей. На ряде предприятий уже вводят там четырехдневную рабочую неделю. Скоро будет, наверное, трехдневная или вообще станут меньше работать. Девальвация, по сути, начинается. Да, есть все признаки того, что в отсутствии кредитов Лукашенко больше негде занимать деньги. Европа и даже Путин ему почему-то отказывает. И ему приходится просто печатать деньги, чтобы вот эту свою прожорливую государственную махину кормить. Предприниматели уезжают. Айти-сектор, по сути, за полгода сумел собрать вещи и эмигрировать. И это все, как бы, ведет к тому, что те, кто хотел, может быть, отсидеться за спиной других каких-то более активных людей или ожидал, что победа каким-то другим способом придет, ну, людям придется выходить на улицу. Это неизбежно. Ну, понятно. А вот это вот все белорусское, так называемое, собрание, которое собирал Лукашенко для, видимо, поддержания своей легитимности или придания своему режиму новой легитимности, сыграло ли оно какую-то роль и помогло ли ему хоть как-то выправить ситуацию? Или у него, по-прежнему, все очень плохо с легитимностью? Нет, не сыграло. Ситуация с легитимностью остается прежней. Понятно, что подавляющее большинство белорусов не признает его в качестве власти. Другое дело, что активно бороться в ситуации, ну, реального такого террора, когда власть совершенно плюет на любые законы и делает это демонстративно для того, чтобы показать, что любого могут посадить, любого могут избить, кого-то могут вообще убить, как уже бывало в Беларуси. И это немножко, конечно, точнее, в защитной степени является барьером для людей, чтобы протестовать более активно. Но с легитимностью уже, как бы сказать, точка бифуркации пройдена. Общество, которое ведет борьбу с Лукашенко, давно поняло, что оно в большинстве. Сейчас только вопрос того, как этому большинству сместить вооруженное меньшинство или сделать так, чтобы оно там не смогло подавить следующую волну протеста. Вот как раз про большинство и меньшинство хотел задать вопрос, который касается и Украины тоже. Вот недавно мы все видели, собственно, вы мне показали, этого самого Гришу Озаренка. Озаренок, наверное, его фамилия правильно произносится. Это белорусский пропагандист, какой-то подражатель Соловьева-Киселева, который, давайте послушаем, что он сказал про Украину, выступая недавно в белорусском эфире. Сегодняшний внеплановый выпуск программы мы посвятим Украине, стране нищего и вымирающего народа и гордонов у власти. Украинцы, родные наши славяне, как вы терпите это у власти? Как вы терпите бесконечную ярмарку разврата и роскоши на вашей крови? Да Янукович бомж по сравнению с тем, кто пришел после. Они распродали всю страну. Землю, заводы, порты, девушек. Они превратили цветущую страну в пиратский Бандерастан. Дмитрий, что это было и почему, как вообще соотносятся отношения большинства белорусов к Украине? И вот то, что мы услышали от этого лукашенковского пропагандиста. Почему вдруг Лукашенко вдруг набросился на Украину? Да, ну вот смотрите, вот то, что сейчас происходит, это довольно поворотный момент, потому что дальше вот в этот ролик, наверное, не попало. Дальше он, по сути, там, нахваливал ДНР и ЛНР. И в целом крайне агрессивно высказывался про украинские власти, что Порошенко, что нынешние. И это поворотный момент, потому что все время, начиная с 2014 года с захвата Крыма и начала войны на Донбассе, белорусская пропаганда как-то лавировала между вот этими аспектами. Потому что очевидно, что Лукашенко боялся стать следующей целью имперских амбиций российских. А сейчас все, никакого лавирования. Сейчас белорусская пропаганда становится неотличима от кремлевской в украинском вопросе. И вот эта агрессивная риторика, это очень как бы нечто новое и непривычное, что приходится слушать белорусам. Другое дело, что белорусы, конечно же, пропаганде не верят. И это то, почему большинство белорусов готово проголосовать за кого угодно, даже за жену политзаключенного, лишь бы убрать просто эту власть. То есть, конечно, ни в коей мере эти выступления Азаренко не резонируют с настроением в белорусском обществе. Я думаю, что белорусы как раз признательны Украине за неподдержку Лукашенко, как минимум. По сути, единственный сосед Беларуси, кто его поддержал, оказалась Россия. И это привело к очень серьезному падению отношения к России. И пересмотру многими белорусами взглядов на взаимоотношения с Россией. И хотелось бы как раз здесь, во-первых, попросить украинцев не считать мнение Азаренко сколько-то репрезентативного. Во-вторых, помогать, может быть, белорусам в их борьбе с диктатурой. Да, но вот еще такой интересный момент. Не может ли означать вот этот разворот белорусской правительственной пропаганды в пользу, так сказать, России, в пользу ДНР, так называемого? Не может ли это свидетельствовать о том, что Лукашенко собирается, ну, не знаю, скажем, признать российский суверенитет Крыма или что-нибудь такое вот из этой серии? Потому что, может быть, Россия его настолько сильно давит и требует от него каких-то вот таких шагов? Или это самодеятельность белорусская? Нет, я думаю, что вполне логично ваше предположение, поскольку нет никакого другого источника денег для Лукашенко, кроме Путина, все, больше ни Росоюз, не, хочется думать, ни Украина, никто. Даже Китай перестал давать кредиты или что-то в этом духе. И Путин не будет давать деньги бесплатно. Путин, конечно, будет требовать полного исполнения его желаний. И желания в таком славянском, восточноевропейском или украинском вопросе у него совершенно очевидны. Конечно, он будет пытаться в абсолютную такую марионетку превращать Лукашенко. Дмитрий, ну и последний вопрос к вам достаточно серьезный. Как вы думаете, стоит ли ожидать белорусам, белорусскому народу попыток со стороны России провести какую-то аннексию или лишить Беларусь суверенитета? Провести что-то подобное тому, что было произведено в Крыму? Или, может быть, какой-то аналогичный вариант? Потому что у нас в Киеве часто говорят о том, что, возможно, Путин назначил своей следующей целью именно Беларусь. Ну, вот то, что сейчас происходит, это, по сути, установление вассалитета такого абсолютного. То есть, Лукашенко был такой строптивый немножко вассал. Он зависел от Путина экономически, но умудрялся при этом не во всем соглашаться с ним политически. А сейчас, конечно, от Лукашенко Путин будет требовать полной покорности. И не исключено, что он сможет добиваться и военных баз, и других каких-то опасных для Украины вещей. Но другого какого-то сценария поглощения Беларусь и России я уже не вижу. Потому что как раз в 2020 году стало совершенно понятно, что белорусская нация созрела для, не знаю, демократических преобразований, для выбора собственного пути. И чем дальше, тем больше. С каждым месяцем падения рейтинга Путина в Беларуси или вообще союза с Россией в Беларуси, мы понимаем, что просто не будет принято отношение к России в Беларуси и близко не соотносятся с крымскими. Спасибо огромное, Дмитрий. Дмитрий Навожа с нами был, сооснователь сайтов SportsRueTribuna.com. Белорусский активист и один из лучших специалистов по Беларуси, я считаю, сейчас в современном мире. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Спасибо. Еще раз спасибо Дмитрию. Я хочу лишь выразить надежду на то, что и россияне, и белорусы в ближайшее время все-таки сумеют положить конец диктатуре в своих странах и начнут жить как нормальные люди, как европейцы. Ну, а у меня на этом сегодня все. Меня зовут Иван Яковин. Да пребудет с вами Сила. И пока-пока.